Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу на что обратить внимание при покупке БУ консоли Xbox One. Многие еще не купили консоль 8 поколения и много кто собирается ее брать именно с рук, ну потому что это дешевле. Но многие не знают на что посмотреть, как проверить и на что обратить внимание. Видео поможет новичкам и будет актуально еще долгое время, так как после анонса новых консолей объявлений о продаже будет невероятно много. И давайте начнем. Самое основное, самое главное, что нужно проверить в консоли, это ее работоспособность. Спасибо, Кэм. Чтобы ее проверить, нужно тупо посмотреть, включается она или нет. В топлете мы сами не догадались. Включаем в розетку и нажимаем на кнопку. Если меню загрузилось, то в принципе все нормально, но не расслабляйте свои булки. Помимо простого включения, обязательно проверьте, подключается ли консоль к сети. Первое, через Wi-Fi, второе, через провод. Почему это нужно проверить? Потому что у многих либо сгорает модуль, который отвечает за Wi-Fi, и у многих по каким-то причинам не работает проводное соединение. Делается это просто. Чтобы проверить чель-шнур, достаточно просто вставить интернет-кабель в задний разъем. Если спустя некоторое время подгрузились компоненты меню, значит все ок. Чтобы проверить Wi-Fi, переходим в настройки, в раздел сеть, добавить сеть. И интернет можно раздать с телефона. Если же connected, значит все нормально. Помимо этого, когда будете проверять сеть, взгляните внимательно на меню. Мало ли вы не обратите внимания и не увидите вот такую вот волшебную надпись. Если вдруг такая надпись будет, то знайте, эта консоль находится в бане. Значит заблокирована, а не париться. И вы никогда больше не зайдете через нее в онлайн. Такой надписи быть не должно. Должно быть просто меню, вот по типу этого. Проверьте, подключается ли геймпад к консоли, просто включите и побегайте по меню. Проверьте нажатие кнопок в какой-нибудь игре, если все нажимается, ничего не залипает, то все ок. Помимо простой работоспособности, проверьте привод. Суньте какой-нибудь DVD диск или диск с игрой. Если читается, дисковод нормально работает, то все ок. Если вы не планируете пользоваться дисками, то можете его, кстати, не проверять. Часто вижу объявления и часто мне пишут люди о том, что в комплекте с консолью идет множество игр. Там 300, 400, 500. Что в принципе повышает заинтересованность в покупке. Но тут не все так просто. В первую очередь, обратите внимание, какие игры. Так как количество это никогда не означает качество. Да, все игры на вкус и цвет, но мало ли там все довольно старые и слабые игрушки, а именно инди проекты. Также подводный камень может крыться именно в том, что все эти игры были приобретены за счет подписок. То есть, чтобы на вашей консоли было множество игр, можно купить подписку Xbox Game Pass или Electronic Arts Access. И у вас будет столько игр, что вы просто офигеете. Но доступ к этим играм прекратится тогда, когда закончится подписка. Поэтому взгляните, активна ли подписка. А это находится слева, вот здесь. Если есть подписки, значит будет так. Если нет подписок, значит ничего тут не будет. И вообще, тут самое главное обратить внимание на то, в каком виде эти игры находятся. В цифровом, приобретены через внутренний магазин или кодом, либо же на диске. Почему это важно? Потому что если миллион игр находится именно на консоли, значит они привязаны к профилю. Если привязаны к профилю, значит никто вам не даст гарантии, что вам никто не перекроет доступ к играм. Так как если у учетной записи сменить пароль, то вы просто в этот профиль больше не зайдете. А значит в игры вы больше не поиграете. Некоторые люди могут сказать, что профиль может стоять домашним и ничего страшного. Да, может. Но если этот профиль поставить домашним на другой консоли, то у вас они также слетят. Поэтому если игры находятся на самой консоли, а не на диске, то имейте ввиду, что вас могут тупо обмануть и перекрыть доступ ко всем этим играм. Так как они находятся на аккаунте, а не на консоли. Продовая консоль 100% так будет. Потому что появятся новые консоли и 99% там будет обратная совместимость. И все эти игры владельцу понадобятся. Поэтому будьте осторожны. Также в этом видео я хотел бы рассказать о тех факторах, которые могли бы смутить при покупке, но они являются совершенно нормальными. Шум консоли. Может быть такой, что при проверке запуска игр консоль начнет сильно шуметь. Я не знаю, как искусственно создать такой шум, поэтому объясню словами. Будет вот такой вот звук. И опять тихо. Да, именно такой звук. Вы поймете меня, если это произойдет. Так вот, это нормы и просто срабатывает система охлаждения, когда консолька запускает довольно тяжелую игру. Эти случаи бывают в Xbox One Fat и Xbox One S. На X-версии такого шума быть не должно, потому что там водяное охлаждение. Второй фактор – это сбой коннекта геймпада при включении консоли. Может быть такое, что при запуске консоли с геймпада геймпад потеряет связь с консолью. Знаете, это норма, так как это такой косяк у геймпада в третьей ревизии. Если вдруг заинтересовало, как отличить версии геймпадов, можете глянуть в этом видосе. Еще один фактор, который может усомнить вас в покупке – это лагающее меню. Это самый неприятный фактор и думаю, что он сможет смутить многих. Опять же, это норма. Да, дашборд Хуана – это слабое место, так как он в большинстве случаев зависит от сети и иногда из-за этого тормозит. Во всем остальном проблемы быть не должно. И если у вас остались какие-то вопросы или вдруг я что-то упустил, то напишите об этом в комментариях. Я обязательно отвечу. И на сегодня у меня все. Если видео было полезным, то ставь лайк, делись этим видео с друзьями и подписывайся на канал. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.